Здравствуйте! Тема урока «Исторические сведения о САГах». Сегодня на уроке узнаем об источниках, в которых упоминаются сведения о САГских племенах. Исследуем вопрос, какие исторические источники свидетельствуют о жизни САГов. В I тысячелетии до н.э. территорию современного Казахстана заселяли многочисленные племена, которые известны под общим названием САГи. САГи – это один из могущественных народов Древнего мира. Кто такие САГи и что мы знаем о них? На уроках познания, ребята, вы уже говорили о САГских племенах, о местах расселения САГских племен. Также познакомились с САГской царицей Тамирис, узнали о ее борьбе с персидским царем Киром. Какие же имеются источники о жизни САГов? Источники о жизни САГов делятся на археологические, то есть вещественные, и письменные. Наиболее ранние письменные источники о населении Казахстана относятся к середине I тысячелетия до н.э. В этих письменных источниках известно, что в Греции, в Римской империи, в Персии, в Египте, Индии знали о кочевниках. Сведения о САГах у нас имеются в древних персидских наскальных надписях и также в трудах греческих авторов. В древнеперсидских текстах говорится, что население периода раннего железа кочевало к востоку от волки, и их называли САГами. По сведениям персов, слово САГ обозначает «великие мужи» или «туры с резвыми конями». Например, 2500 лет тому назад на высеченной бечестунской надписи была дана следующая информация. Народы, жившие к северу от цирдари, их называли САГами. Надпись была высечена на трех языках – на эламском, акадском и древнеперсидском. Текст надписи и список побежденных царей дает возможность утверждать, что бечестунская надпись датируется 520 годом до н.э. Ребята, я вам предлагаю выполнить небольшое задание. Вам нужно будет прочитать текст и определить, какую ценную информацию о САГах мы получили из данного источника. О вооруженных столкновениях и войнах между персами и САГами свидетельствует слова Дария, высеченные на бечестунской скале. «Вместе с войском я пошел к стране САГов, которая за морем. Я САГов сильно разбил. Одну часть я сходил, другая часть связанная была, приведена ко мне. Их первого, наибольшего из них, Скунха по имени, привели ко мне. САГи оказались безбожниками, а я, поклоняясь Ахурамазде, я сделала так, как мне велел Ахурамазда». Какую информацию мы с вами получили из данного источника? Из этих строк видно, что по быту, одежде, верованию у САГов и у персов не было схоз. Это означает, что у них не было этнического родства. Ценную информацию о САГах мы с вами можем получить также из греческих источников. Например, в трудах Геродота, древнегреческого историка, автора труда «История». В его труде имеются ценные сведения о греко-персидских войнах, о санских племенах. Великий римский оратор Цицерон называл Геродота «отцом истории». Труды Геродота считаются бесценными источниками, так как там имеется информация об истории и культуре древних народов Средней Азии и Казахстана. Если в персидских источниках население Средней Азии и Казахстана называли САГами, то греческий историк Геродот называл их скифами. И сразу возникает вопрос, кто такие скифы и какое они имеют отношение к САГам. Обратимся к истории. Геродот заметил очень много сходства между саками и скифами. Скифы – это племена, которые проживали на побережье Черного моря. САГские племена жили в одно время саврамата, сарматскими племенами, низовью Волги и правобережье реки Яик. После того, как сарматы переселились на Западный Казахстан, они стали граничить саками. В результате между ними сложились тесные отношения, так как у них были схожи язык и культура. В V-IV веках до н.э. сарматы откочевали между речью Волги и Дона, где их границы сомкнулись со скифами, которые жили на побережьях Черного моря. В это время между сарматами и скифами сложился тесный союз. Отсюда можно сделать вывод, почему Геродот называл саков азианскими скифами. Происходит взаимообмен культуре в языке между сарматами и скифами. Затем впоследствии происходит взаимообмен между сарматами и саками. И поэтому саки имели схожие черты со скифами. В трудах Геродота имеется очень важное сведение о традициях обряда хозяйстве в языке скифов. Например, саки носили остроконечные волочные шапки, к ремню подвешивали кинжал и лук. Также в источниках сообщается об оригинальных способах приготовления пищи. Сейчас мы с вами выполним небольшое задание. Какую информацию о саках получили из данного источника? Геродот в своих трудах сообщает, на большом камне, располагавшемся в центре юрты, разжигали огонь и раскаляли его. Затем раскаленный камень поливали водой, пока юрта не наполнялась паром. Вы, наверное, догадались, Геродот дает описание сакских бань. Геродот и другие греческие историки дают очень много сведений о сакских племенах и о местах их расселения. Это массагеты, даи, которые проживали между Арайским морем и Каспийским морем, аримаспы и аргипеи. Древнегреческий историк Тисси писал, женщины саков очень сильны, во время войн помогают своим мужьям, вступая вместе с ними в битву. Также греческие историки дают следующие сведения о саках – это самый справедливый и искренний народ в мире. К врагам они беспощадны, к друзьям верны. Греческие античные авторы Страбон и Птолемей в своих географических трудах оставили очень много сведений о хозяйстве, о быте, обычах, традициях народов Средней Азии и Казахстана, также о природно-климатических условиях данного региона. Я вам предлагаю выполнить следующее задание. Определить ценную информацию о саках из данных источников. В географии Страбона сакам дают следующую характеристику. Эти кочевники очень простые, благородные люди. У них отсутствует коварство и ненависть. Они во многом предпочитают свободу и независимость. Какой вывод можно сделать из источника Страбона? Саки благородные, свободные, независимые, неагрессивные и нековарные. Следующее задание. Как вы думаете, что объединяет Птолемея с Геродотом, исходя из информации и сведений Птолемея? Птолемей, кроме саков, упоминает и скифов. Огромную территорию от Волги до озера Балхаш он рассматривал как скифию. Из всех приведенных источников видно, что сакские племена в то время занимали огромную территорию. Ответ. Птолемей, как и Геродот, называл саков азиатскими скифами. В истории Геродота и в государстве Платона упоминается имя Анахарсис. Из этих источников мы получаем следующую информацию. Анахарсис был первым выдающимся философом саков, ученым. Годы рождения и смерти ученого неизвестны. Анахарсис принадлежал царской династии. Мать его была Элинкая, получила образование в Креции, учился у известных ученых того времени. Платон ставил Анахарсиса рядом с Гомером и Фалисом, а в другом труде называют его одним из семи мудрецов мира. Диоген Лаэрский в своем труде «Жизнь, учение и изречение знаменитых философов» приводит афоризмы Анахарсиса. Все беды человека от языка. Один преданный друг лучше, чем тысячи непостоянных. Базар – это специальное место, где люди обманывают и обкрадывают друг друга. Для исследований Казахстана большую ценность играют также и китайские источники. Здесь приведены сведения о сакских племенах, которые проживали в долине реки Ильи в районе Древнего Синьцзяня. Предлагаю выполнить задание. Какую ценную информацию о саксах получили из данного источника? В книге «История Хань» написано, у саков Западного Памира были обычаи и одежды в обыкновении схожи с усунями. Перекочевывают с места на место, смотря по приволю, воде и траве. Саки вели кочевой образ жизни и имеют схожие черты с усунями. Следующее задание. В истории Хань приведены также интересные сведения о наличии у саков атрибутов государственности. Верховного правителя саков величали Саиван. Захоронения сакских царевичей найдены в Житысу, Восточном и Западном Казахстане. Что мы узнали из данного источника? О наличии у саков государственных образований и делении сакского общества на сословия. В начале урока был поставлен вопрос, какие исторические источники свидетельствуют о жизни саков. Мы с вами узнали, что это древнеперсидские источники, древнегреческие источники и также китайские источники. Культура племен, населявших территорию Казахстана, имела тесную связь с древними культурами Греции и Персии. Саки находились самые гуще многих значительных исторических событий того времени. Знакомство с письменными источниками помогает определить роль кочевников Евразии в мировой цивилизации. Наш урок подошел к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok